Здесь находится очень интересный курс моих ладья и всем. Это я видела все издалека, когда шла на это. Она должна взять ладья и всем и тогда сломать. И вот это она не видела. Это была Ольга Андреева, международная мастера, опытная была. Я не знаю, сколько лет было. Эта победа была для меня особенная. А что это за турнир? Это был международный турнир. В этом турнире я даже нона играла. То есть в 73-м это был женский международный бой. А это был женский кубок. Тут написано, чемпионат СССР. Неправильно. Нет, нет. Это был международный турнир. Нет, кубок не было. Это как раз чемпионат СССР. СССР был в 73-м. А, значит, я живу в чемпионат СССР. Тем более, совсем большой турнир. То есть я уже в чемпионатах СССР в клубках СССР с леди женщин. Играла у нас с телепетнем с 11 лет. Это тогда был не бывалый случай. А если у тебя и ребенок, чтобы играл в чемпионат СССР среди женщин. Это сейчас неудивительно. Когда не было ни компьютера, ни чего, и сам талант должен был проявиться. А самые запоминающиеся партии, вот кроме этой, еще какие? С детства у меня это с матчем, когда был СССР в Ярославе. Я появился в этот матч. И мне тогда было 11 лет. 13 лет. Точно? В 74-м был и в 3-м. Как вы? Нет, в 73-м. А вы нахрен. И это был матч. И я играла в последние доски. Помнишь, мы тогда были мужчины и женщины, и еще девочка-мальчик как бы. Девочки-юношеские доски. Там за юношескую доску играла в Ласта Мачек. Тогда она калфпренер была, но ей было 20 лет. И тогда я играла в староиндийскую защиту. Это был мой конек. И я 4-0 ее обыграла в этом матче. Но такие красивые были партии староиндийские. Я мотовала, и мне очень интересно. Я когда смотрю сейчас свои детские партии, удивляюсь, что я раньше была лучше играла, чем сейчас играю. И так у меня хорошо получалось. Так что удивительно. Качество партии меня удивляет. И техника у меня была удивительная такая. Да, я помню, Речпиляк. Это что, это природно? Получается, потому что за несколько лет это же невозможно. Да, практически я с 8 лет начала ходить. И через 4 года я уже была в то время сказать, что я очень много трудилась, и теорию изучала. Да, я больше практикой на турнирах я выросла. Играя с сильным шахматистом, я выросла. Потому что у меня таких тренеров никогда не было, которые у меня учили, у меня у других детей это было. Особенно в России это хорошо было, в Грузии у нас, к сожалению, не было таких тренеров. А если не были, то они были, конечно, до первого разряда давать, а потом уже надо было более квалифицировать. Поэтому моя единственная, вот эта школа моя была турнирой. А книги? Ой, книги, мне стыдно признаваться, но я ни одну шахматную книгу не почитала сначала до конца, и никогда не изучала книги. Не знаю, мне говорят, может, и хорошо, что это, а то бы у тебя пропало бы своё. И ты бы не научилась ни того, и своё бы потеряла. Но это, конечно, шутка, но, конечно, нужно иметь. Я думаю, что то, что вы не прочитали, это говорит не столько о вас, сколько о книгах. Нет, нет, это очень... Сейчас, как раз я сейчас это пробил, иногда я читаю, мне очень нравится всё это. Я думаю, что, конечно, чем больше знает ребёнок и учится, но только его не надо слишком забивать вот этими какими правилами игры и так далее. В общем, не надо навязывать. И он должен иметь, конечно, представление, что такая плохая фигура, хорошая фигура. Но сейчас компьютер так всё перевернул вообще. И мы привыкли оценивать позицию, да, стратегический план, там, немножко посчитать. А он прямо ход на ход. Это, конечно, совсем другие шахматы. И, наверное, такие шахматы он будет и диктовать человечеству. А вам интересно смотреть сейчас? Вот так решаем. Да, мне что интересно? Конечно, его хода не всем можно понять, особенно, когда он на месте ходит и потом выигрывает. Но он иногда находит такие возможности. Вы имеете в виду, кто, Карлсон или компьютер? Нет, компьютер. Поколение, которое сейчас, новое поколение, как раз выросло на компьютере. Поэтому они переняли. И, естественно, что у них такой же стиль, как стараются. Как компьютер играет, вот такой стиль иметь. И также мыслить, наверное, это всё естественно. Потому что они всё время анализируют по компьютеру, смотрят по компьютеру. И мышление, и это всё переходит на них тоже. Но меня удивляет то, что, если помнишь, лет 15-20 назад, ты молодой был, молодой, ещё была мячейная снячь, уже была, всё было, из дебюта выходило, уже невозможно было играть, всё было протоптано, как будто и конец. Говорили, скоро шахмат будет, и компьютер всё вернул, перевернул. И вообще такие возможности открыл, что невероятно оживили шахматы. Так что это большое дело, конечно, компьютер сделал. Продолжение следует... Продолжение следует...